От Курсуня до Новых Санжар. 6 лет со дня смерти государства Украина. Статья в журналистской правде за 21 февраля 2020 года. 6 лет назад они громили автобусы с крымчанами. Нужно вычеркнуть, вынести за скобки. Они не принесли ничего нового. Никаких дополнительных смыслов. Он не кончался никогда. Октябрь 2017 года. Только тут нужно заменить месяц и год. Кратко. Максимально полно проявился тройной украинский кризис. Кризис культуры, кризис цивилизации, кризис государственности. Кризис культуры февраля 2014-2020 года проявился в полном аморализме народной души. Жечь беркут? Давай. Жечь карантин? Давай. И если кто-то вспомнил про жареных колорадов в Одессе, то он правильно вспомнил. Культура как система этических сдержек, как моральная прошивка каждого члена общества, как выяснилось, полностью отсутствует. Ее нет. Это факт, выясненный и подтвердившийся. А без культуры нет общества, нет народа. А есть озверевшие орда убийц и покромщиков. Кризис цивилизации проявился в тотальном дремучем невежестве. И нет, речь идет не только о первобытном страсе заразы, пещерном магическом восприятии нечистоты тех, кто был рядом с больными, даже если он здоров. А что в 2014 году не произошел кризис цивилизации, когда толпы в кастрюлях косплеили средневековые реалии с доспехами, луками, требушетами и крепостными валами, Украина избрала для себя золотым веком казацкую эпоху и обрекла себя оставаться в ней вечно. Цивилизация прошла мимо. Но самым ужасным, хотя неизбежно связанным с двумя названными выше катастрофами, стал кризис государственности. И если первые два на совести бессовестного и безумного народа, то за третий уже ответственны те, кто хотя бы навершок повыше умственно на элите. Элита всех уровней показала, что она вообще не понимает, что такое государство, зачем оно нужно и как оно должно работать. В Новых Санжарах пострадали 10 полицейских и один погромщик. Так вот, в нормальном государстве было бы наоборот. Это бред какой-то, оксюмарон, абсурд. Зачем-то пригнали сотни копов с бронетехникой и с пожарными машинами, но все они оказались жертвами народного гнева. А если бы там, в Новых Санжарах, было массовое ритуальное убийство среди поля, вокруг костра, с песнями и плясками, с гей-гоп и прочим карнавалом? Силовики тоже бы вели себя, как стеснительные терпилы, вежливо бы просили, мол, не буяньте, мол, разойдитесь. Ах да, извините, такое ведь уже было, но не в Новых Санжарах, а в Киеве, в центре города. Круг истории, как уже было сказано, замкнулся. О том, что даже бесконечно закаленную, состоящую из сплошной мозоли на месте удивляющегося органа украинскую инфосферу, проняло, очень хорошо говорит пост на сайте корреспондент. Да потому что никогда, ни разу в жизни, ни единого раза, ни одна власть в этой стране не удосужилась показать мирным протестующим, как действует закон на практике. Во Франции показывают, в Штатах показывают, везде показывают, укладывают, вяжут, пакуют, наказывают, воспитывают, отпускают. Здесь что? Здесь с ними едут и разговаривают. О чем? Ну поговорили, ну разошлись, ну окей. Завтра у мэтрофаневны коза захворие, так они ее вместе с домом спалят, а после завтра они приедут в Киев палатки ставить, потому что их опять что-то не устроит. Государство – это аппарат централизованного насилия, и такое насилие априори лучше насилия хаотичного, беспредельного, стихийного. Нет аппарата, способного болезненно показать любителям сожжение ведьм, самосуда и погромов, что такого лучше не делать. И государства нет. А если его нет, то регионам, не желающим впасть в пожар хаоса, пришлось спасаться как могли. Именно спасаться. Под белой церковью наши семь автобусов были остановлены бандеровским блокпостом. Старшие приказали надеть каски и выходить на прорыв. Когда мы все, 300 крымчан, построились в фалангу, от противника вышел парламенттер, представился афганцем и попросил вернуться в автобус, пообещав предоставить коридор. Пока с ним переговаривались, началась стычка. Полетели коктейли, раздались выстрелы. Мы отступили в автобусы, унося трех раненых. Решили прорываться в сторону Черкасс. Однако и там трасса оказалась перекрыта. Впереди идущие автобусы были сразу обстреляны и подожжены. Наш водил резко развернул машину и, объехав съехавшего в кувет товарища, ринулся в обратную сторону. Не прошло и минуты, как по скатам и стеклам раздались выстрелы. В окно ловко была заброшена бутылка с керосином, чудом не загоревшаяся. Водитель затормозил. Мы повыскакивали в двери и стали разбегаться по лесу, превращаясь в дичь, на которую ведется азартная охота. Отойдя на расстояние, симферопольцы отделились и направились через село, где частью были сданы местными бабушками, частью загнаны в реку залпами из охотничьих ружей. Это ведь уже не Майдан и не Киев. Это просторы всей Украины, где в одночастие рухнул какой-то призрак порядка. Бежавшие из Киева проигравшие антимайдановцы везли с собой в Крым не только впечатление об уличных боях, но и шок от того, что на глазах за считанные дни на большей части Украины государственность линяла со всеобщего согласия. Вернувшись домой, они рассказали соотечественникам, что речь уже не идет о выборе между двумя политическими силами, выбирать нужда между порядком и хаосом государством и анархией. Противостоять анархии могло только сильное государство, вооруженные силы которого были рядом и готовы прийти на помощь. О Крыме было сказано не случайно. Если раз за разом государственность Украины терпит фиаско в самых простых ситуациях, где должна доказывать свою жизнеспособность, то никаких моральных обязательств у спасающихся из этого ада людей перед своим государством нет и быть не может. Многие это поняли только сейчас. Крымчане оказались умнее прочих и сообразили на 6 лет вперед. Извините, на 6 лет раньше. Впрочем, уже доходит и до самых тупых. Либо полиция будет исполнять свои прямые обязанности, либо государство поставит насилие толпы рамки и барьеры, либо озверевший народ сбросит эту химеру государства от себя и с наслаждением займется любимым национальным развлечением, самоуничтожением. Не думала, что наша страна настолько гнилая, написала из Новых Санжар, шокированная градом камней, эвакуантка из Китая. А надо было думать всем. Хотя думать уже поздно. Григорий Игнатов От Корсуня до Новых Санжар. 6 лет со дня смерти государства Украина.